Следственным отделом по Фруненскому району города Саратов, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 47-летнего директора одного из общей сограниченной ответственности расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом БЧА4 статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации в даче взятки должностному лицу лично за совершение законных действий, совершенные в крупном размере. По версии следствия, 18 октября 2016 года 47-летний предприниматель, находясь в одном из кафе города Саратов на территории Фруненского района, передал сотруднику ФСБ России по Саратовской области в качестве взятки 500 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за прекращение проверки в рамках оперативно-розыскных мероприятий по факту незаконного экспорта товара, подлежащего обязательному экспортному контролю и лицензированию, а именно авиационного оборудования, а также за возврат изъятой продукции в общее покровительство, связанное с беспрепятственным прохождением грузов, подлежащих экспортному контролю и лицензированию через территорию оперативного обеспечения и государственную границу Российской Федерации. Решением Фруненского районного суда города Саратова 20 октября 2016 года 47-летнему предпринимателю избраны меры пресечения виз заключения под стражу сроком на 2 месяца. Раследование уголовного дела продолжается. 19 октября нам было предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Мой подзащитный вину свою не признает в полном объеме. Следствие продолжается. Я думаю, что нами будут выдвинуты новые доводы о полной непричастности к инкриминированному нам деянию. В данный момент в Фруненском суде было судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании Сергея Мирокрещения в виде содержания под стражей. Следствие еще впереди. На 2 месяца срок содержания под стражей у нас. То есть я думаю, что впереди вся борьба. Будем бороться. Вы намерены обжаловать сегодняшнее решение суда? Я посещу моего подзащитного в следственном изоляторе и нами будет уже принято решение об обжаловании. Потому что мы связаны на разрывной позиции с нашими подзащитными. Обсудим с ним этот вопрос по поводу обжалования. Спасибо большое. Не за что.